...покупать или продавать. Так что вот рекомендую обратить на это внимание, даже не в целях своего личного пиара, не из-за того, что многие мои прогнозы оправдываются, а в первую очередь из-за того, что, на мой взгляд, регулярное чтение моих блогов, начинающему особенно трейдеру, поможет отследить зависимости, закономерности, которые существуют на валютном рынке Forex, разобраться сначала по немного, потом все более и более глубоко в фундаментальных причинах движения валют. Так что попробуйте, рекомендую. Итак, что произошло на прошлой неделе? Ну, наверное, вот видите на своих экранах в файле я на первое место поставил первое выступление нового председателя резервной системы США Джанет Йеллен. Первое ее выступление после занятия этого высокого поста. Смысл заявлений и выступлений сводился к тому, что программа количественного смягчения будет продолжаться. Пока что регулятор не видит каких-либо причин в пересмотре того подхода, который был, можно сказать, завещан предыдущим главой ФРС господину Бернанке. Но, тем не менее, госпожа Йеллена отметила, что ситуация на рынке труда улучшается не теми темпами, которыми бы хотелось. И нельзя ее сейчас назвать хорошей, удовлетворительной. В общем-то, это заявление носило двоякий характер. И в целом инвесторы все-таки обратили внимание на последнюю часть выступления, которая указывала на слабости, которые все еще имеются и в экономике, и на рынке труда. И вот, собственно, начиная со вторника, доллар оказался под давлением, поскольку инвесторы стали рассматривать возможность некой паузы в сворачивании или, может быть, уменьшения объема ежемесячных сворачиваний. И, собственно, такая тенденция, тенденция на ослабление доллара продолжалась в течение всей недели. Ну, об этом мы тоже еще поговорим, потому что не все, конечно, зависело от доллара. Были позитивные новости и из других регионов, и по другим валютам. Но в целом вот так. И это очень хорошо, конечно, в первую очередь было заметно по ценам на драгметаллы, которые росли буквально как на дрожжах. Значит, что послужило дополнительным драйвером в начале недели для роста аппетита к риску, это новости из Китая. Был опубликован торговый баланс за январь. И, вопреки ожиданиям, импорт и экспорт оказались на очень высоком уровне. Рост составил более 10% по этим двум показателям, что дало основание, логичное основание, полагать, что не так все плохо в Поднебесной, поскольку рост на 10% импорта, рост на 10,6% экспорта, ну, это существенный рост по итогам года. Это значит, что торговля набирает обороты с внешними партнерами. Это, в первую очередь, сильный драйвер для региональных рынков, региональных валют, австралийского доллара, новозеландского доллара, валют Юго-Восточной Азии. Вот так оно и случилось. На этом фоне также произошла и стабилизация ситуации на развивающихся рынках. В еврозоне промышленное производство выросло на полпроцента, всего лишь прогнозы были 1,9, и, в общем-то, это достаточно больно ударило по единой валюте. Это произошло в среду, соответственно, 12 февраля. Евро получил достаточно сильный удар от этих данных, но здесь, наверное, и снижение составило порядка фигуры к доллару США, но здесь нужно, наверное, включить еще и новости из Великобритании, которые вот идут следующими в списке. Великобритания, отчет Банка Англии. Вообще он как бы называется инфляционный отчет, отчет по инфляции, но в этом отчете, конечно же, Банк Англии затрагивает и более глобальные тренды в экономике, поскольку инфляция это только всего лишь одна сторона медали, и она зависит также от многих других факторов. И, в общем-то, отчет был достаточно оптимистичный, отчет показал, что регулятор смотрит очень оптимистично на перспективы экономики Великобритании. И после этого фунт получил какой-то реактивный заряд и стал расти очень сильно и к доллару США, и к евро. И я не исключаю, что евро к доллару США падал еще и из-за снижения краса евро к фунту, потому что все эти три пары, конечно же, зависимы. Евро-доллар, фунт-доллар и кросс-евро-фунт. Если в красе евро-фунт было очень большое желание инвесторов переложиться из евро в фунт, то, соответственно, такое желание в красе подстегивало одновременно и рост пары фунт-доллар, и снижение пары евро-доллар. Так что наибольшее движение в этом смысле произошло именно в красе. В США наблюдалось ухудшение погоды, достаточно серьезное, там есть жертвы. Из-за непогодицы были постоянные объявления о новых снежных бурях, высота покрова снежного достаточно большая, объявлялась и прогнозировалась. Даже нужно сказать, что госпожа Елен отменила свое выступление, запланированное в четверг перед Банковским комитетом. Ну, то есть ситуация достаточно серьезная из-за погоды и, конечно же, погода здесь напрямую вмешивается в экономические дела, в бизнес и влияет на многие-многие показатели американской экономики, тормозя ее. В Австралии был опубликован отчет по рынку труда, ожидания были достаточно оптимистичны, рынок закладывал прибавку в 15 тысяч новых рабочих мест, но этого не произошло. Более того, вместо прибавки мы получили сокращение почти на 4 тысячи. И, что, наверное, большую роль сыграла инфляция, ой, извините, уровень безработицы достиг психологически важной отметки 6% ровно. Это достаточно высокий уровень, многолетний уровень по высоте. И такие данные, конечно, послужили нокаутирующим ударом для австралийского доллара, который до этого очень хорошо рос несколько дней. Одновременно наблюдалась сила в японской иене. Инвесторы на какой-то момент потеряли аппетит к риску. Здесь, в общем-то, наложилось все вместе и не погодится в США, и желание зафиксировать прибыль на американских фондовых площадках и желание зафиксировать прибыль после сильного роста на китайских новостях. И в результате мы получили очень сильное движение в паре австралийского доллара против японской иены. Но, собственно, эта пара всегда отличалась повышенной волатильностью, так что ничего сверхъестественного здесь не произошло. В Германии был опубликован индекс CPI, это потребительская инфляция, не та инфляция, которую люди могут непосредственно заметить на своих кошельках. В январе этот показатель составил 1,3 по отношению к предыдущему году. В общем-то, цифра именно такая и ожидалась. Но, тем не менее, евро получил хороший импульс и очень сильно вырос в этот день. Дело в том, что в Европе сейчас есть риск скатывания инфляции. И поэтому цифры, которые показывают стабилизацию инфляции, они воспринимаются инвесторами положительно. Положительно, поскольку непосредственные угрозы ухода в дефляцию, как выясняется, нет. Развивающиеся рынки я отметил стабилизацию. Да, наступила стабилизация. Она в том числе базировалась и на данных из Китая. Нужно вспомнить, что некий хаос или кризис, ну, тут трудно пока называть ситуацию, то, что было развивающийся рынок как полноценным кризисом, наверное, нет. Но некий хаос, некая паника в рядах инвесторов все-таки была. И нужно вспомнить, что началась она именно после негативных данных из Китая. И вот поэтому рынок сейчас довольно активно смотрит на Китай в надежде, смотрит на то, что китайская экономика все-таки не жестко приземлится, а найдет себе силы восстановить негативные тенденции. Российский рубль, конечно же, является неотъемлемой частью этой всей ситуации на развивающихся рынках. Мы также увидели стабилизацию в курсе рубля-доллару и по индексу российских акций. Из США одновременно пришли негативные данные по розничным продажам, которые снизились на 0,4%, и по пособиям по безработице за неделю, которые увеличились на 9 тысяч по сравнению с прогнозом. Все эти данные выходили через совсем небольшое время после публикации данных по инфляции в Германии, и, собственно, евро от выхода этих данных получал дополнительный заряд и продолжал рост. По итогам четверга евро укрепился очень значительно. В Китае в конце недели были также опубликованы данные по потребительской инфляции, ожидали некоторого снижения с 2,5% до 2,3%, но нет, этого снижения не произошло. В годовом выражении инфляция так и осталась на отметке 2,5%, а вот по итогам месяца инфляция выросла на 1%, против ожиданий 0,3%, и это было воспринято инвесторами оптимистично, естественно, логично, почему это так произошло, потому что если в экономике дело идет на спад, то, конечно же, трудно рассчитывать производителям продукции на ее нормальный сбыт, не говоря уже о сбытии по завышенным ценам. А если в экономике дела идут неплохо, если наблюдаются какие-то позитивные тенденции, тогда в первую очередь это будет отражаться на инфляции, поскольку спрос в такой ситуации будет расти. И вот, собственно, эти цифры послужили для инвесторов оправданием к тому, чтобы снова вернуться к покупке рискованных активов. В еврозоне был опубликован предварительный во втором чтении ВВП за четвертый квартал 2013 года. Цифра ожидалась с некоторым волнением среди инвесторов. Дело в том, что ожидания были 0,2%, но дело в том, что если бы цифра оказалась ноль или, не дай бог, минус, то евро бы, конечно, очень сильное потрясение перенес бы и очень сильно бы упал. Но нет, вопреки даже ожиданиям, ВВП в еврозоне оказался на высоте плюс 0,3%, что также немаловажно. Помимо традиционного локомотива в лице Германии, цифры по ВВП также оказались оптимистичными и по Франции, которая является второй экономикой еврозоны. И было, в общем-то, заметно, что именно после публикации данных из Франции рост евро заметно ускорился. Данные по еврозоне публиковались с небольшой задержкой по отношению к публикациям из Германии и Франции, но евро начал расти серьезными темпами именно после публикации данных из Франции, потому что стало понятно, что на фоне хороших цифр из Германии и Франции в целом значение ВВП по еврозоне также окажется высоким, но уж никак не ниже ожиданий. В США промышленное производство в декабре неожиданно упало на 0,3%, а прогнозы были плюс 0,3%. Вот такие цифры также добавили можно сказать более держателем долларов на валютном рынке и пятница закрывалась в общем-то на такой минорной ноте для зеленого. В лидерах был фунт, фунт британский оказался вообще единоличным лидером по итогам прошлой недели. рост составил более 2,5%. Ну, я правда не беру золото в расчет. Золото выросло существенно выше. Золото по-моему подросло на 4,5% по итогам прошлой недели. Серебро вообще на 7%. Ну, если мы говорим конкретно о валютном рынке, то безоговорочным лидером прошлой недели был британский фунт. А безоговорочным лузером как вы понимаете американский доллар, потому что он потерял свои позиции буквально ко всем валютам, быть может только за исключением валют некоторых развивающихся стран. И вот на выходных буквально в субботу пришло известие, пришли данные по объему кредитования китайскими банками бизнеса в январе уже в январе 2014 года банки выдали кредитов на общую сумму 425,5 миллиардов долларов, если считать в долларом выражение, конечно, кредиты выдавали в юанях, вернее, Народный банк Китая опубликовал эту цифру в юанях на своем сайте. Этот уровень оказался рекордным. Рекордным и некоторые аналитики говорят о том, что январь всегда показывает высокие значения по кредитованию, якобы банки выдают именно в январе с большим желанием кредиты, чтобы нишу свою как-то застолбить, привлечь новых клиентов, но, тем не менее, слово рекорд говорит само за себя. Конечно, на таком фоне опять же трудно говорить о спаде в экономике Китая. Но есть ли спад, то почему выдается такое огромное количество кредитов, кто их берет? Это во-первых. Во-вторых, мы знаем, что ситуация на денежном рынке Поднебесной не очень благоприятная в последние месяцы. Ставки недельные достаточно высокие, периодически Народный банк Китая прибегает к интервенциям, ну, к интервенциям в смысле выдачи вливания дополнительной ликвидности, выдачи дополнительных денежных средств ведущим банком страны. и тем не менее в этих условиях побивается рекорд по кредитованию. Новость позитивная, честно сказать, когда я ее увидел в субботу, я сразу понял, что австралийский доллар вполне вероятно откроется в понедельник с гэпом. так и произошло. Вот такая, собственно, у нас была неделя, что можно еще добавить из каких-то политических новостей или планетных новостей, глобальных новостей, ну, конечно же, игры в Сочи, которые сейчас занимают основное место и в газетных публикациях, и в интернете. Пока все идет, на мой взгляд, хорошо, гладко, и никакого влияния эти игры глобального на финансовые рынки не оказывают, а лишь приносят некие дивиденды России и российским финансовым рынкам. Только российским пока. Что нас ждет на следующей неделе? 17 февраля, понедельник, сегодня, то бишь, ну, в первую очередь, сегодня в США национальный праздник, биржи будут закрыты, соответственно, ликвидность будет достаточно слабая, каких-то сильных движений ждать не приходится, но, тем не менее, уже с утра мы видим, что британский фунт снова устремился на новые высоты, много отметки 1.68, очень, казалось бы, удивительно, потому что новоазиатскую сессию обычно британским фунтом, если и торгуют, то, как правило, в красах к иене или к австралийскому доллару, но никак не к доллару США, а причиной послужила, насколько я знаю, публикация цен на недвижимость от частного агентства британского именно на жилье, цены на жилье в феврале, хоть февраль пока и не закончился, но они движутся темпами, которые обещают прирост в 3,3% по итогу месяца, в январе, например, прирост составил всего 1%, то есть это агентство наблюдает явное ускорение роста цен на жилье в Великобритании и, конечно же, это может служить предвестником общего ускорения экономики, если мы вспомним ситуацию примерно полутора годичной давности, цены на жилье в США начали постепенно расти, карабкаться вверх и это послужило опережающим индикатором вообще улучшения ситуации в экономике США. И также был уже рано утром сегодня, вернее ночью даже по московскому времени был опубликован отчет по валовому продукту в Японии, оказался неожиданно слабым, очень слабым, то есть ждали 2,8% прироста в годовом выражении, прирост на самом деле оказался всего лишь 1%, на этом фоне иена получила поддержку и сумела укрепиться к основным своим конкурентам, в первую очередь конечно к доллару США. Завтра во вторник нас ждет протокол заседание Резервного банка Австралии в 4.30 по московскому времени. Мы знаем, что австралиец, австралийский доллар может очень существенно реагировать на публикацию подобных протоколов, но учитывая заявление, высказывание представителей РБА, которое мы слышали на прошлой неделе, банк в общем-то в данный момент политику равновесной и не намекает по крайней мере напрямую как-то в коммунике в своих заявлениях, в интервью представителей банка не говорят о возможном дальнейшем снижении ставки. Таким образом австралийский доллар нащупал дно и в общем-то и по динамике цен это было заметно на прошлой неделе после каких-то ударов австралиец находил все-таки поддержку и в конечном итоге разворачивал разворачивался и пытался восстановить свои утраченные позиции и в том числе против японской иены в красе после вот того сильного удара о котором я говорил в начале вебинара австралиец сумел таки отскочить все-таки назад и это подчеркивает то что наверное пока что в среднесрочной перспективе австралиец насчутал дно технический анализ в общем-то это тоже подтверждает там явно на дневном графике видна картинка напоминающая двойная одну Великобритания будут опубликованы данные по инфляции как потребительской так и производственной за январь в 13.30 в Германии выйдет обзор от института Z и W в США мы увидим индекс ФРС Нью-Йорка ФРС штата Нью-Йорк так называемый Empire State Manufacturing Index в 17.30 в этом обзоре ФРС штата Нью-Йорк будет отражена ситуация в промышленной сфере штата Нью-Йорк почему индекс называется Manufacturing и завершится день в смысле новостей экономических публикаций индекса рынка жилья в 19.00 по Москве среда на мой взгляд наиболее интересный день нас ожидает в среду в Японии утром 8.30 по Москве выйдет все промышленные индекс так называемый All Industry Index в общем-то цифра важная и интересная если если дела в промышленности идут хорошо это опять же повлияет на иену иена снизится и акции подрастут акции иплодских компаний извините и вот далее на мой взгляд два интереснейших события в одно и то же время в 13.30 в Москве будет опубликован протокол заседания Банка Англии и отчет по рынку труда напоминаю одновременно вы это видите в своих экранах 13.30 МСК фунт недостаточно ликвидная валюта по сравнению с другими такими монстрами как евро или иена и здесь на таком двойном отчете могут быть очень сильные движения которые уже неоднократно случались я думаю что именно на этом отчете британская валюта может плотную подобраться к ключевой психологически важной отметке 1.70 в США будут опубликованы данные по закладке так называемых по началу строительства новых домов Housing Starts в 17.30 по Москве и протокол заседания последнего заседания Federal Open Market Committee ФРС комитета по операциям на открытом рынке в 23.00 но собственно мы знаем что на последнем заседании ФРС снизил объем выкупа госбумаг и ипотечных бумаг еще на 10 миллиардов но тем не менее инвесторы конечно с удовольствием посмотрят с интересом посмотрят с любопытством посмотрят на публикацию протокола пытаясь отыскать там намеки на дальнейшее поведение ФРС предусматривается ли вообще какая-то пауза есть ли какие-то на этот счет оговорки и так далее в четверг 20 февраля в Японии торговый баланс 350 по Москве в Китае выйдет предварительный индекс PMI менеджеров по продажам в промышленной сфере предварительный за февраль цифра важная поскольку последняя нервозность на финансовых рынках была связана как раз таки с тем что PMI по итогам января в Китае оказался на шестимесячном минимуме и вплотную подошел к рубежу в 50.0 этот рубеж разделяет оптимистичные настроения в экономике от пессимистичных будем смотреть если этот индекс вдруг окажется ниже 50 то новые волны так сказать беспорядков на финансовых рынках особенно на рынках развивающихся стран нам не избежать 5.45 в этот же день Германия Франция Еврозона опубликуют аналогичный индекс PMI но композитный то есть включающий в себя ситуацию как в промышленности так и в сфере услуг он также предварительный за февраль публикуется 20 февраля но понятно что февраль еще не кончился и поэтому индекс публикация носит предварительный характер данные по этим трем по Германии Франции Еврозоне будут опубликованы в интервале 13.30 до 14.00 по Москве в США CPI за январь потребительская инфляция 17.30 и в это же время недельные заявки на пособие ну традиционные данные которые еженедельно публикуются и вот дальше 18.00 аналогичный китайскому индекс PMI Manufacturing Flash по США опять же как всегда интересно будет посмотреть на эти совокупные на совокупные значения этих индексов вот в разрезе стран и регионов чтобы увидеть где в каком регионе как обстоят дела и какой из регионов или какая из стран сейчас является локомотивом глобального роста и есть ли этот рост вообще 19.00 по московскому времени будет опубликован обзор ФРС штата Филадельфия этот обзор аналогичен уже упомянутому Empire State Manufacturing обзору ФРС штата Нью-Йорк 19.00 вот он выйдет и опережающие индикаторы за январь будет опубликоваться в 19.00 Пятница будет не особенно насыщенной на новости розничные продажи в Великобритании в 13.30 потребительская инфляция в Канаде в 17.30 и в это же время розничные продажи в Канаде вот наверное вот эти две новости выходящие одновременно инфляция и розница в Канаде могут повлиять на движение канадского доллара смотрим за ним мы сейчас внимательно последние две недели он сопротивляется своему падению против доллара но мне кажется что все-таки это вызвано слабостью самого зеленого доллара то есть американского доллара а не силой канадской валюты но вот тем не менее на вернее в паре канадский доллар против американского доллара последние две недели наблюдается стабилизация с тенденцией к укреплению канадской валюты данные в пятницу могут в общем-то прояснить ситуацию и подсказать куда дальше двинется эта пара и завершается пятница данными по продажам домов на вторичном рынке в США в 19.00 по московскому времени вот такая ну с одной стороны интересная насыщенная новостями неделя но с другой не забываем что середина месяца третья неделя месяца она как правило не очень насыщена по сравнению с другими это действительно так мы видели и более насыщенную неделю вот теперь касательно прогнозов посмотрите какие прогнозы я делаю достаточно агрессивно как вы можете видеть то есть я ставлю на то что тенденция ослабления доллара продолжится на наступившей неделе просто я не вижу каких-либо событий на этой неделе по крайней мере запланированных которые могли бы вот в одной части развернуть аппетит инвесторов к риску понятно понятно что он сам по себе носит всегда хрупкий характер такой он уязвимый всегда такой вот показатель хрупкий фрэджайл но тем не менее пока на горизонте не видно даже барашков как говорят на реке поэтому я думаю тенденция продолжится евро на мой взгляд способен протестировать отметку 1.38 австралийский доллар как мне кажется сумеет пробить сопротивление в районе 90.5 и прибавить порядка еще одного процента не исключено что драйвером как раз станет публикация протокола заседания резервного банка австралии доллар иена я полагаю что здесь понижательная тенденция сохранится и собственно по записям в моем блоге можно было видеть что я рекомендовал продавать эту пару вот отметка 100.5 мне видится достижимой на этой неделе фунт доллар как я уже сказал в среду на одновременной публикации протокола банка англии отчета по рамку труда британец способен подойти к 1.70 поэтому я ставлю как ориентир на неделю 1.69 50 но учитывая что уже сегодня утром он пытался подойти к 1.68 ну сами понимаете что движение в 1% за неделю сделать не проблема а тем более что стерлинг сейчас на ходу золото вот по золоту тоже мы наблюдаем такой очевидный растущий тренд собственно о том что золото нужно покупать в районе 1200 я говорил еще в конце декабря я давал такую рекомендацию со статусом среднесрочной и как вот показывает событие действительно эта рекомендация оказалась верной золото сначала успешно пробил отметку 1260 на которой располагалось сопротивление ближайшее закрепилось на ней какое-то время потопталось устремилось 1300 и я думал что там будут какие-то проблемы потому что там происходил проходила и на графике 200-дневная скользящая средняя но нет желтый металл прошил ее как горячий нож сливочное масло и устремился на 1320 сейчас уже даже выше и ближайшей такой важной отметкой я вижу цифру 1360 которую вы видите в качестве моего прогноза на экране вот собственно у меня все если есть какие-то неотвеченные моменты вопросы спрашивайте задавайте основные пары я светил вы видите золото тоже затронул про серебро могу еще добавить я писал опять же в своем блоге что обратите внимание на серебро серебро отставало от золота в этой фазе растущего тренда я писал в блоге и указывал что унция золота стоит 63 унции серебра посчитайте сейчас сейчас цена на данный момент 60.8 я думаю что в течение недели соотношение снизится до 60 ровно так что вот желающим поиграть в драк металлах я бы даже советовал обратить больше внимания на серебро нежели на золото потому что серебро растет опережающими темпами ну что ж спасибо вопросов нет спасибо за ваше внимание желаю удачной торговой недели против что отлично нежели до riots об récup подобен отлично очень радободис anse до чтобы